Все дороги ведут в Махачкалу. Со всех районов и городов кто-то по делам, а кто-то и надолго приезжают в столицу республики. Если верить официальным данным, которые доступны в интернете, то в городе сегодня зарегистрировано около 600 тысяч человек. Но сколько человек здесь живут без прописки, это еще не изученный вопрос. На вскидку специалисты называют цифру превышающую миллион. Это подтверждается и большим хаотичным движением транспорта и пассажиропотоком. Ну и неизменный атрибут больших городов – постоянные заторы и пробки. У нас тоже дело привычное и порядком всем надоевшее. В последнее время с наплывом туристов пробки в Махачкале можно смело сравнивать с пробками московскими. Люди выкладывают в соцсетях видео, где многокилометровые вереницы машин часами стоят по пути домой. Односительно недавно на конференции, посвященной как раз городскому трафику столицы, специалисты приводили цифры о том, что положительная динамика в улучшении движения на дорогах Махачкалы все же есть. Республика Дагестан Мы решили наглядно показать, как выглядит одна из основных улиц столицы в так называемый час-пик. Так, сейчас время 18.44. Можно сказать, это самый час-пик. Даже его начало, скажем так, потому что в основном люди, некоторые многие к часам 7 начинают выезжать из работы. Мы стоим на мосту, тысячи мелочей. Называют его в народе. Вот под нами проспект Имама Шамиля, центральная магистраль города. Она уже вся забита. Мы видим, как с трудом проезжает скорая, вот по левому ряду, крайнему. Откроем карту, давайте посмотрим по приложению, что показывает приложение. Вот, ну, действительно, под нами все горит красным. Ближайшие улицы тоже горят красным. Это максимальная шкала пробок. Она идет вдоль, прям до перекрестка с улицы Гамидова. Так, давайте попробуем узнать у самих водителей, у людей, которые чаще всего простаивают вот тут, в этих самых пробках, в чем же причина, по их мнению. Светофоры в многих местах не работают. Ну, и отчасти, и даже больше процентов, мне кажется, от водителей зависит. У нас многие такие, конечно, сам за себя. Хочут первую протиснуться, проехать. Из-за этого там кто-то проехал, там кто-то остановился, и вот так у нас, получается, пробки создаются. Ну, и инфраструктура города тоже так устроена, что некоторые разъезды не предусмотрели люди, когда дороги делали. Мал, да, это машина. Уже надо какие-то дороги другие организовать. Вообще невозможно ездить. Уже видели, какие пробки. Уже здесь мы уверенно будем где-то полчаса стоять вот так. Так, время уже 19.10. Как мы и говорили, спустя буквально 25 минут ситуация на дороге резко ухудшается. Водители становятся агрессивней, маневры опасней. Все пытаются как можно скорее добраться домой. Но это все лишь усугубляет обстановку. Светофоры неправильно работают. На Ленина, к примеру, светофор зеленым горит. Три секунды загорается красный. Потом обратно зеленый загорается. Неправильно настроенные светофоры, неправильно настроенные дорожные трассы. Элементарно, если ты чуть приют не проедешь, пропустишь, движение не остановишь, вообще нет водительской, наверное, культуры. Это большая причина пробки, чем даже количество машин. И плохие дороги, кстати говоря, тоже. Спасибо. Дороги не готовы к такому количеству машин, не работающей светофоры или отсутствию культуры вождения. Каждая из этих причин отдельно или же вместе заставляет каждый вечер замирать столицу республики минимум на час и более в гигантской пробке на основных дорогах. И пока пути решения этой проблемы, похоже, не найдены. Карим Гамаев, Саид Шагидов, Новости ННТ, Махачкала. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ